Сказка Алексея Николаевича Толстого, Кикимора. Над глиняным яром избушка. В избушке старушка живет и две внучки. Старшую зовут Моря, младшую Дунечка. Один раз ночью лежит море на печи, не спится, свесила голову и видит. Отворилась дверь, вошла какая-то лохматая баба, вынула Дунечку из люльки и в дверь, и была такова. Закричала Моря, бабонька, бабонька, Дуньку страшная баба унесла. А была та баба, Кикимора, что крадет детей, а в люльку подкладывает вместо них полено. Бабушка искать-поискать, да знать Кикимора под яру шла в омут зеленый. Вот слез-то что было. Тоскует бабушка день и ночь и говорит ей Моря. Не плачь, бабушка, я сестрицу отыщу. Куда тебе ягодка? Сама только пропадешь. Отыщу да отыщу, твердит Моря. И раз, когда звезды высыпали над яром, море выбежало, крадучись из избы, и пошла, куда глаза глядят. Идет, попрыгивает с ноги на ногу и видит, стоит над яром дуб, а ветки у дуба ходуном ходят. Подошла ближе, а из дуба торчит борода, и горят два зеленых глаза. Помоги мне, девочка, кряхтит дуб, никак не могу нынче в лешего обратиться, опояжь меня пояском. Сняла с себя Моря поясок, опоясала дуб, запыхтела под корой, завозилась и встал перед морей старый леший. Спасибо, девка, теперь проси, чего хочешь. Леш, научи, дедушка, где сестрицу отыскать, ее злая кикимора унесла. Начал леший чесать затылок. А как начесался, придумал, скинул Морю на плечи и побежал под яр вперед пятками. Садись за куст и жди, сказал леший, и на берегу омута обратился в корягу, а море спряталось за его ветки. Долго ли так, коротко ли, замутился зеленый омут, поднялась над водой косматая голова, фыркнула, поплыла и вылезла на берег кикимора. На каждой руке ее по пяти большеголовых младенцев игошей, и еще один за пазухой. Села кикимора на корягу, кормит игошей волчьими ягодами. Младенцы едят, ничего, не давятся. «Теперь твоя очередь густым голосом», — сказала кикимора и вынула из-за пазухи ребеночка. «Дуничка», — едва не закричало море, смотрит на звезды, улыбается Дуничка, сосет лохматую кикиморину грудь. А леший высунул сучок корявый, да за ногу кикимору и схватил. Хотела кинуться кикимора в воду? Никак не может. Игоши рассыпались по траве, ревут поросячьими голосами, дрыгаются, вот пакость. Море схватило Дуничку и пустилось на утек. «Пусти, я девчонку догоню», — взмолилась к лешему кикимора, — стучит сердце. «Как ветер летит море, Дуничка ее ручками за шею держит, уже избушка видна, добежать бы, а сзади погоня». Вырвалась кикимора, мчится вдогонку, визжит, насажень кверху подсигивает. Насажень — это мера длины, а подсигивает на старом русском языке — это подпрыгивать. «Бабушка!» — закричала море. «Вот-вот схватит ее кикимора!» — и запел петух. «Кукареку! Уползай ночь! Пропади, нечисть!» Осунулась кикимора, остановилась и разлилась туманом. Подхватил ее утренний ветер, унес за враг. Бабушка подбежала, обняла морю, взяла Дуничку на руки. Вот радость и б-то было! А из яра хлопал деревянными ладошами, хохотал старый дед Леший. Смешливый был старичок.